Здравствуйте! Вы слушаете Вести Магнитогорск на Маяке в студии Деля Дельша. В Челябинской области за сутки выявлено 249 человек с положительным тестом на COVID-19. Скончались 10 человек. В общей сложности в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 49 738 человек. По данным оперативного штаба по Магнитогорску на 11.00 за сутки подтверждено 35 новых случаев заболевания COVID-19. За сутки из стационаров выписано 29 человек. В Магнитке продолжают штрафовать за парковку на детских площадках и сброс мусора. Очередную плановую проверку провели члены административной комиссии администрации Орджоникицевского района. В рамках рейда к ответственности привлечены 42 нарушителя. 14 из них оставили свои автомобили на детских площадках. Еще 10 протоколов составили сотрудники управления охраной окружающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска. Водителям, которые паркуют свои автомобили в неположенных местах, грозит штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей. Если автолюбитель нарушает закон во второй раз, штраф увеличивается ровно в два раза. Еще 15 нарушителей были наказаны за сброс мусора в неустановленных для этого местах. В общей сложности их оштрафовали на 22 тысячи рублей. По ближайшую субботу в Магнитогорске ожидают вице-премьера правительства Российской Федерации. По данным источника УРА.РУ, Марат Хуснулин 19 февраля будет работать в Екатеринбурге, а 20 числа прилетит в Магнитогорск. В нашем городе вице-премьер, который курьирует в правительстве сферу строительства, познакомится с проектом парка «Притяжение». По данным издания, компанию Хуснулину составит губернатор Челябинской области Алексей Текстлер. Напомним, что в прошлом году началось строительство дорог в районе будущего парка. На эти цели из федерального бюджета было выделено 600 миллионов рублей. В 2021 году стартует этап активных строительных работ. В «Притяжении» будут созданы музейно-образовательный деловой комплекс, тематический парк и детский центр. А в спортивную зону, помимо фитнес-центра, войдут фристайл-арена, ледовая арена, футбольное поле и открытые уличные спортивные площадки. Планируется также создание центра космической робототехники и медицинского кластера. Проектная школа МГТУ имени Носова везет набор учащихся в 10 класс. Физика, математика, информатика изучаются на углубленном уровне. Только физики в учебном плане 10 часов в неделю. Но и остальные предметы преподают на высоком уровне. Ученики раскрывают таланты и в непрофильных областях – литературе, биологии, английском языке и другие. Ученики проектной школы занимаются с преподавателями вуза и колледжа МГТУ имени Носова, имеют доступ в университетские лаборатории, работают на высокотехнологичном оборудовании. Занимаются 3D-печатью и дополненной реальностью на базе детского технопарка «Кванториум». Обучение в проектной школе бесплатное. Прием в образовательные учреждения ведется на основании конкурсного отбора. Магнитогорцы выберут новые объекты для благоустройства в 2022 году. Для этого запускают единую общероссийскую платформу для голосования по комфортной среде. На сайте будет собран перечень территорий к благоустройству в конкретном городе или регионе. Голосование по ним пройдет в течение одного месяца – с 26 апреля по 30 мая. По результатам выберут территорий для благоустройства на 2022 год. Задача платформы – собрать мнение как можно большего количества граждан, представляющих разные группы населения, чтобы учесть их при благоустройстве. А к 2024 году к голосованию собираются привлечь более 30% населения. Это необходимо для формирования действительно качественной и комфортной городской среды. На Южном Урале зафиксировали еще три случая бешенства. Опасной болезнью заразилась лиса в Емманжелинском районе, лиса в поселке Красногорский Емманжелинского района, кошка в Аргаяшском районе. На территории данных населенных пунктов введен карантин распоряжением правительства Челябинской области. Всего с начала года на территории региона выявлено уже 10 случаев бешенства животных. На Южном Урале объявили экстренное предупреждение из-за сильных морозов. По данным Челябинского гидромедцентра, до 20 февраля в некоторых районах Челябинской области ожидается аномально холодная погода. В МЧС отмечают, что среднесуточная температура воздуха в ближайшие дни будет ниже климатической нормы на 7 и более градусов. Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, ростом пожара в жилом секторе, увеличением случаев общего переохлаждения и обморожения и увеличением количества ДТП. Как минимум, в ближайшие дни температура воздуха в Магнитогорске в ночные часы будет опускаться до минус 30 градусов. Днем же ожидается до 20 градусов мороза. Осадков при этом будет минимум. И о погоде на ближайшие сутки. Сегодня ночью в Магнитогорске минус 20 градусов. Завтра днем потеплеет до минус 15. Синоптики прогнозируют облажной снег. Ветер северный 7 метров в секунду с порывами до 14. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Это была программа «Вести Магнитогорск». Редактор субтитров А.Семкин